МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В целом обновят около 3,5 километров одиночного пути. До 30 июня отрезок линии полностью выведут из эксплуатации. На время закрытия путей на участке Новосадовой изменится схема движения трамваев. Футболисты Крыльев сыграли в составе сборной Беларуси против Мальты. Как сообщили в пресс-службе Воложского футбольного клуба, Кирилл Печенин вышел в стартовом составе сборной и был заменен на 77-й минуте встречи. Егор Карпицкий появился на поле в конце матча. Игра закончилась со счетом 0-0. В Самаре на заседании квартальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения рассмотрели возможности использования средств индивидуальной мобильности. В этом году поступили уведомления от двух организаций, которые сдают электросамокаты в аренду и намерены работать над территорией города в предстоящем сезоне. Активную работу они начнут по фактической погоде. Все требования, появившиеся в прошлые годы в части эксплуатации электросамокатов, все нормативы продолжают действовать, прокомментировал заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Топилин. Бывает ли идеальный карточный расклад, какова цена, которую мы платим за успех и неотвратима ли судьба? В Самарском театре оперы и балета в рамках международного фестиваля «Славянский дом» прошел показ оперы Петра Чайковского «Пиковая дама». Напомним, фестиваль оперного искусства проводится при поддержке правительства региона. До 30 апреля жители Самарской области могут принять участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Выбирайте набережную, парк, сквер, площадь или другое общественное пространство, которое нужно создать или обновить. В этом году в Самарской области на голосование вынесли 101 объект. Из Самары запустят прямой рейс в Северную Осетию. Напомним, на данный момент жители региона могут путешествовать по маршруту Самары-Северная Осетия только с пересадками. Комитет по транспорту и дорожной инфраструктуре будет дальше изучать востребованные у жителей направления перелетов.